Радио Молтком Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Здравствуйте, доброе утро Начинается программа Добро пожаловаться Олег Пеков в студии И с нами на прямой связи Наши консультанты Эксперты по вопросам управления домами Сергей Сидорко Руководитель центра консультации Собственников квартир И кооператива БАК-2 Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Да, и Айвер Гонтерев Специалист тоже по управлению домами И в том числе с опытом управления Ригаснаму Парвалдникс В прошлом Напоминаем, что сейчас руководство другое И телефоны в нашей студии По которым вы можете дозваниваться В прямой эфир Ваши вопросы задавать 67212-93-9 67213-93-9 Еще один способ связи Это WhatsApp 2306191 2306191 И пока вот вы раздумываете Обычно всегда бывает Что вопросы начинают сыпаться В конце передачи И мы уже не успеваем Просто принять звонки Потому что времени не хватает Чтобы ответить на вопросы Поэтому давайте вовремя С началом программы Будем дозваниваться Ну, а я пока вот читаю Те СМС-сообщения Которые пришли к нам Вот и перед передачей И в прошлый раз Мы не успели ответить Вот спрашивают нас В жилом секторе В Эцмилгравис На Мелдру-3 Работает база По сбору металлолома И куда мы только не обращались Потому что шум И ночью, и днем Нужно ли Ну, тут я понимаю Шутка или нет Нужно ли обращаться К ночному мэру По этому вопросу Вот кто может решить Такого рода Если шум Мешает жителям Спать, отдыхать Ну, трудно ответить На этот вопрос Потому что на сегодняшний день Каких-то строгих норм Нету На эту тему То есть, если раньше Были какие-то там нормы Были Скажем Лаборатории Которые могли определить Допустимый уровень шума Или нет Но сейчас таких строгих норм Нету Поэтому Скорее всего Нужно идти По простым путем Писать заявление В первую очередь В самоуправление О том, что Работающее рядом Предприятие Создает Ну Неудобства И дальше пытаться Исходя из этих ответов Искать следующие Следующие действия Каким образом Можно с этим Согласоваться Сейчас Сказать так вот Конкретно Вот идите туда И сделайте тут И все будет хорошо Невозможно Но в Рижскую думу Можно обращаться Вот Ну В Рижскую думу Наверное Надо начинать С Рижской думы И нужно начинать С комитета Свиды Наверное Таким образом Потому что Они в общем-то Это шумовое загрязнение Это тоже их вопрос Звонок Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро Говорите Добрый день Добрый Вот я хотела Вам задать Один такой вопрос Рига К нам У Парвелных Выдают пропуска Стояночные Возле Дома В Имонте А нынешний Мой же 50 Видимо Выдано Очень много Пропусков Потому что Позже В 8 часов Машину Не поставить Может быть Нужно сделать Какую-то Очередность Может быть Там по полгода Эти пропуска Будут выдаваться Я даже не понимаю Если я заплатила Деньги То мне Должно быть Предоставлено Предоставлено Какое-то место Не должно быть Не должно быть Предоставлено Какое-то место Просто-напросто Смысл этих пропусков Заключается в том Что Есть дом Собственникам Квартир Данного дома Принадлежит Определенная Площадь Земельного Участка И на этой площади Можно разместить Ограниченное Количество Машин Собственники Квартир Принимают Решение Не Разрешить Парковаться Только Людям Которые Имеют Отношение К дому Грубо говоря Собственникам Квартии Им По решению Собственников Квартиры Дается Определенное Количество Пропусков Один Два Гостевой Не знаю Как Какой дом Решает Но Это не гарантирует Вам стоян Это вам гарантирует То что Если есть Свободное место Первое То вы можете Там остановиться И оставить Свой автомобиль Имея такой пропуск И второе Что Этой землей Будут пользоваться Только и исключительно Собственники Квартир И лица Ну там Имеющие к ним Отношение Как это записано В положении Но гарантии Того что все Будут иметь Стояночные места Нет Тогда нужно Играть по другим Правилам Тогда нужно Сначала Ограничивать Право стоянки Только тем Кто Получит пропуск На определенных Гарантированных Условиях Такое возможно Я знаю Что в центре Там Собственники Квартир Объявляли Так Кто хочет Иметь Постоянное Стояночное Место Ты должен Заплатить Определенный Взнос В накопительный Фонд Дома Там Определенный Довольно Существенный Сул Те кто Выигрывал Те кто Соглашался На эти Условия Получали Тогда Гарантированные Места Но в принципе При общем Порядке У каждого Собственника Квартиры Должен быть Теоретический Доступ К стояночным Местам То есть РНП В данном Случа Должно Выдать Пропуска Всем Собственникам Квартир В одинаковом Количестве Какому вещу Но В доме Но никогда Это не Не сгарантирует Вам стояно Еще раз повторюсь Это гарантирует Что около дома Стоят только Собственники Квартира Здесь можно Уточнить О том Что Во-первых Можете просто Спросить РНП Сколько У вас Квартир Это Вы наверное Сами знаете Сколько Выдано Пропусков Тогда уже Понимать дальше Как решать Эту Проблем Зная Что например У дома Есть Необходимое Количество Стоянок Для всех Жильцов Но Каким-то Образом Они Заняты Но Не должны По количеству Тогда скорее всего Пропусков Просто Выдано Больше Как следовало Есть Всякие Хитрости И Как бы Потерянный Пропуск И Достается На вторую И на третью Машину И так далее Первое С чего Начните Просто Сколько В вашем Доме Запрос И информации Выдано Пропусков На автостоянку И скажем так Визуально Вы сами можете Определить Примерно Сколько там Есть Стоянок И тогда Понять Для вашего Дома Всем Владельцам Если выдавать По одному Хватает Или нет С этого С этого И начинать У нас Между тем Еще один Звонок Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Доброе утро Скажите Пожалуйста Вот такой Порядок Можно установить И в случае Если дом Находится На частной Земле То есть Собственники Так сказать Другие Или только Когда земля Принадлежит Самоуправлению Спасибо Да Можно Установить Если вы Арендуете Землю То вы Имеете Возможность В принципе По латвийскому Нормативу За организацию Движения В том числе За организацию Стояночных Местностей На земле Отвечает Собственник Если вы Арендуете Частную Землю То вы С владельцем Можете Договориться О том Чтобы он Позволил Вам установить Знаки И использовать Там Вот эти Свободные Места Для стоянки Если Собственник Земли Вам Завершить То вы Это Можете Тоже В пределах Арендовываемого Вами Участка Сделать Да Не проблема У нас тут Вопрос Который Остался С прошлой Недели Спрашивают Следующее В нашем Доме Есть Правление И есть Управляющий В настоящее Время Управляющий Уходит Может ли Председатель Правления Быть Одновременно И Управляющим Может Если Ему Дом Поручит Это Если Ему Дадут Соответствующие Помочь Управляющим Может быть Любое Физическое И юридическое Лицо Имеющее Соответствующие Квалификации Имеющее Поручение От дома Заниматься Этими Вопросами Ну То есть Так вот И ответ Надеемся Что Удовлетворили Интерес За дом Отвечают Владельцы Квартир А выбранные Владельцами Старшие дома Старшие дома Не имеют Власти Над Управляющей Компанией Надо что-то Думать Надо что-то Придумать Чтобы Управляющая Компания Ему Подчинялась Ну То ли вопрос То ли Комментарий Ну Тут вопрос Наверное Не в подчинении А наверное Вопрос В Четком Разделении Обязанностей Кто Принимает Решения Кто Их Утверждает И Каким образом Это все Регулируется Отношение С управляющей Компанией В данном Случае Все Зависит От того У вас Вы говорите Что у вас Есть Старший Дом И В этом Случае Нужно Смотреть В то Какие Полномочия Ваш дом Выделил Этому Старшему Старшему Дому Можно дать Очень широкие Полномочия Где Ему Можно Предоставить Полномочия В том числе И выбирать В случае Необходимости Управляющую Компанию Также Утверждать Все Абсолютно Вещи Которые Связаны С управлением Дома И в договоре С управляющей Компанией Предусмотреть Что Управляющий Представляет Собственников И от их имени Он подписывает Или утверждает Изменения Цент Он Дает Развещение Или Согласовывает Работы Он Утверждает Сметы Он Утверждает Платежи И так далее То есть Управляющего Можно наделить Очень широкими Полномочиями В этом В случае Управляющая Компания Будет Просто Ему Вынуждена С ним Согласовывать Все свои Действия Опять-таки Продолжаю Вопрос Все-таки Возвращаясь К стоянкам Я понимаю Что Людей Как-то Взволновала Эта тема Спрашивает Человек Места Для стоянки Возле дома Общие Что делать Если владелец Машины Самостоятельно Занял место И не разрешает Другим Оставлять машины Других Жильцов Оставляя На стоянке Пару Изношенных Автоколес Ну то есть Очевидно Как бы Занимая Это место Чтобы Его место Никто другой Не занял Ну это Понимаете Я могу Сказать На примере Своего Кооператива У нас Люди Принимают Решение Потому что В среднем На 60-ти Квартирный Дом У нас Получается Ну где-то 15-20 Стояночных Мест Это максимум На каждый Дом Я Естественно 60 Квартир 15 Машины Практически В каждой Квартире Да еще Не по Одну И тут Начинается Спор А что Мне делать Если у меня Две машины И так далее Но люди Принимают Решение В основном Так Каждому Владельцу По одному Пропуску И соответственно Он может Ставить Один Автоматик Дальше Что значит Занял Если он Собственник Если у вас Отрегулировано Что Человек С этим Пропуском Или с этим Разрешением Может ставить Машину Значит он Ее будет Ставить Если он Первый Поставит Дальше Действует Принцип Кто Первый Поставит И свободно Да Но я понимаю Что здесь Как раз Вот он Уезжает Например И он Это место Пытается Сохранить За собой Просто Разложив На вот Этом Стояночном Месте Изношенные Автоколеса Ну Сдвиньте Эти колеса Понимаете Там можно Цветочные Горшки Поставить Можно много Чего Можно написать Что это Мое Можно потом Пойти В физическую Атаку Что это Мое Но это Противозаконные Действия То есть Если это Место Для стоянки Автомобилей Проезжает Предметы На ней По правилам Нельзя Проезжая Часть Должна Быть Использоваться Либо Для остановки Автомобиля Либо Должна Быть Свободной Там Никаких Предметов Оставлять На ней Нельзя Это Противозаконно В конце Концов Можете Вызвать Если Вы Не можете Сами С этим Совладать Если Это Так Вызовите Муниципальную Полицию Она Оштрафует Того Кто Загромождает Проезжую Часть То есть Правда На стороне Вот этих Возмущенных Жильцов Тут Еще Пришел Вопрос Такой Как Должна Производиться Процедура Конспекта Собрания Я не Совсем Понимаю Смысл Вопроса Протоколирование Наверное Протоколирование Да Ну Вообще То Если Мы Говорим Про процедуру Собрания По Ну Так Юридически Чистой Процедури Собрания Все Сто Процент Собственников Должны Быть Приглашены Письменное Подтверждение То есть Либо под роспись Приглашается Либо письмами Либо другим Способом Уповещения Который Дом Выбор Это Первое Второе Ведется Протокол То есть Ведется Регистрация Участников Собрания Обберется Лист Составляется Список Участников Регистрируются Все участники Выбирается Из числа Участников Секретарии Ведущие Собрания И Протоколируется Сразу На Место Там Никаких Особых Если Формулировки Ну такие Поспешно Созданные Со Смысл Понятия Их надо Как-то Лингвистически Отведение Редактировать То в этом Случае Можно Для Страховки Кроме Этих Двух Человек Которых Вы Избираете Которые Ответственны За протокол Можно Избрать Еще Одного Человека От Собрания Независимого Который Потом Проверит И Удостоверит Что В протоколе Отражены Все вопросы Корректные Только Так Никаких Других Не возбраняется Сейчас Это несложно Вести Параллельно Аудиозапись Чтобы Потом Если споры Возникают Согласовать С аудиозапись Сейчас Там Любой Смартфон Вам позволяет Вести Аудиозапись Ну да Таким образом Если Вдруг Возникает Подозрение Что Что Не Соответствует Или Какое-то Разногласие Всегда Можно Обратиться К этой Аудиозаписи Я напоминаю Телефоны В нашей Студии 67212 93 9 И 67213 93 9 Сергей Сидор Кайвер Гонтерев Отвечают На ваши Вопросы В том числе И вот Заданные В письменном Виде Опять-таки Комментарии Я понимаю Что Эта тема Очень больная Мы поменяли Несколько Управляющих Компаний Все То же Самое Воровство Денег На ремонты По разным Схемам Завышение Сметы В 2-3 раза Отказ От ремонта Сокрытие Смет И актов Ну и Дальше Вот Человек Продолжает С бедри Я буду Работать Вместо Управляющей Компании Причем Бесплатно Зачем Тогда Нужна Управляющая Компания Во-первых Никто Не сказал Что Нужна Должен быть Управляющий Который Выполнит Комплекс Мер Который Описан В законе Об управлении Жилыми Домами И это Обязательные Действия По управлению Жилого Дома Они там Все Певечисленные Если вы Готовы Бесплатно Все это Обеспечить Никто Вас Не заставляет Получать За это Вознаграждение Это первое Опять-таки Должен быть Управляющий Еще раз Повторю Который Способен Обеспечить Как минимум Минимальные Действия По управлению Жилым Домом Смотрите Закон Управления Жилыми Домами Там Это Пункт 6.2 Там Все это Описано Если вы Способны Это делать И готовы Делать Бесплатно Предложите Свои Услуги Дома Когда Начинается Разговор О воровстве Мне хотелось Бы спросить А в криминальную Полицию Не пробовали Или в Экономическое Обращаться Ну Вот такой Вопрос Потому что Ну Не надо Такими Громкими Словами Если У вас Есть Расхождение По стоимости То это Не всегда Означает Что это Было Воровство Поэтому Все споры Обычно На мой взгляд Снимаются Тогда Когда Производится Перед Ремонтными Работами Такая Нормальная Подготовка Инженерная Сметы Которые Составляют Независимые Инженеры Проекты Если они Необходимы Чем подробнее Это подготовительная Документация Тем меньше Споров Мастеров Готовиться Надо Хорошо Тут Опять-таки В продолжение Мы снова Возвращаемся К процедуре Протоколирования Собрания Уточняющий Такой вопрос Я понимаю Отслушателя Протокол ведется Ручкой на листке И подписывается С вопросительным Знаком Да Протокол ведется Чем Может Вестись Ручкой на листе Может Одновременно Человек Прийти с компьютером Тут же набирать Его Потом И тут же Распечатать Но подписывает Протокол Ведущие Собрания И секретарь Собрания Не все Участники Список Участников Прилагается К протоколу Если собрание Ну Сочтет Нужным Избирается Счетная Комиссия По подсчету Голосов Тогда еще Прилагаются Протоколы Счетной Комиссии Это такое Для очень Большого Собрания Где секретариат Не способен Подсчитать Быстро Количество Голосов За и Против Но в то же Время Я хочу Сказать Что самое На сегодняшний день Наверное На эффективность Процедура Принятия Решения Это письменная Когда раздаются Всем анкеты С четко Поставленными Голосами Каждый человек В тишине И спокойствии Принимает Решение За или Против И сдает Анкеты Тогда эти Результаты Голосования Бесспорные Они уже Составляются Составляют Основу Для Решения И каждый Высказывает Своё мнение Письменно Это доказательно И дальше Уже Споров Быть не может А как Составляется Эта анкета То есть Вот эти Ну есть Скажем Порядок Рассмотрения И просто Ну вот Есть листочек По всем вопросам Да За Против Да Да Там важно Важно составить Чтобы составить Инициатор вопроса Тот кто ставит На повестку Дня голосования Какие-то вопросы Чтобы он Формулировал Эти вопросы Очень четко И однозначно Чтобы они Могли На них можно было Ответить просто Да или нет Вот и всё Это очень эффективно Звонок Здравствуйте Доброе утро Вот у меня Ночной Там мэр ночной Поднимает вопрос А у меня Дневному мэру Когда он начнет работать Вот Например Парковки Да У домов Там это ясно Дело Вот у нас Тут как бы Въезд в дом Как перекресток Не перекресток Получается И там Какое-то Детское заведение Какое-то Там видно И садик И старшие школьники И младшие школьники И вот приезжают Утром особенно Вечером не так И Круз-накрест Тут Паркуется Дети с этих машин Выбегают Ничего там не видно Ни детей этих Ничего Когда научатся Вообще Приучат Потребуют Парковаться Как следует Этих всех Подъезжающих Это одно А второе Вот отремонтировали Тротуар Там было Это выбои На колдобина Сейчас отремонтировали Небольшой участок Тут Ну Заезжают на машинах На эти тротуары Да их размолотят Очень быстро Да И вот этот вот Крупногабаритный мусор Хлам этот Да До каких пор Это будут во дворе Выставлять Без конца Этот хлам И колеса Эти шины Выгружают Вроде где-то Принимают их Бесплатно Когда наведет Муниципальная полиция Начнет работать И наведет этот порядок Главное И хлам этот Не складывают Где-то там За мусорником А Об деревья Обпирают Настраивают Эти такие Какие-то Не знаю Рогатульки Вообще Управляющие Эти Регаснамо Парлодник Никакого управления Нет Вот вы говорите Звонить Когда паркуется А что управляющие Компания Они не видят И вот это болото Стоит Под низом Ссылком Стыклы Их там Все эти Коммуникации Лужи эти Не высыхают Потому что Сверху машины Стоят И дальше Разбивают Дальше Разбивают А что управляющие Компания И не видят Это Чтобы позвонить Куда следует Да Ну Вот так Все очень плохо Управляется Жить то можно Конечно же Но Надо немножко Наводить порядок В городе Я думаю Ни одна Я недовольна Это Под окна Паркуют Вот недавно Пурцием Все Сгорели Четыре машины А тут Если загорятся Вот эти За плохую Парковку Найдется Какой-то Пироман Да Пиротехник Зажбет Тут у нас Березы Огромные У самого Угла Дома Живут И они Вот едут Тротуар Они все равно Становятся И ночь Стоят Вот выйти Мне с тротуара Обходить эту машину У меня уже Как сказать Мобильность Никакая Попрется Кто-то Я и убежать Не могу И так же Дети идут Значит Должны сойти С тротуара И тут непросматриваемая Зона во двор Это безобразие Полнейший кошмар Поднимайте эти вопросы Пусть наводит Порядки Дневной Мэр Спасибо большое Что вы слушали Спасибо Ну тут очень много Я понимаю Вопросов В одну кучу Может быть Как-то их Потихонечку Разбирать Ну вот Машины На тротуарах Ну один из Запрещено Правила Дорожного движения Делается Очень просто Берется Телефон Мобильность Фотографируется Машина Которая стоит У муниципальной Полиции Есть приложение Специальное Куда вы Во всех Беспорядках Можете Прямо Посылать Своё Сообщение И фотографию Ну фото документы На основании Этих документов Уже принимаются Меры Тоже касается И Крупногабаритного Мусора Если вы видите Что подъезжает Машина И начинает Что-то Выдержать Неправильно Фиксируете Факт точно Таким же Порядком Но я хотел бы Радиослушательнице Напомнить На власти Надейся Но сам Тоже Неплоша Если вам мешают Машины Не должен Ни мэр Ни управляющая Компания Бегать Каждые 5 минут И смотреть Вам мешает Сообщите В полицию Это небольшой труд То же самое По крупногабаритному Мусору Ведь ни мэр Ни управляющая Компания Этот мусор Кидает Где попало Кидает Либо жильцы Данного дома Ну В редких случаях Кто-то привозит Поэтому Надо Самим тоже Соблюдать Все поведения Я не имею ввиду Конкретного человека Я имею ввиду В общем Ситуацию На дорогах Принимаем звонки Здравствуйте Здравствуйте Я звоню По такому поводу Проживаю на улице Безыни 4 Нас подключили Как бы Отопление Ну Оно прям Да слабенько Но эти дни Более-менее нормально А вот В двухкомнатных квартирах У нас по стояку Не работают Батареи Холодные Все соседи Звонят В Рига Сылтом Там никто Телефон Не поднимает И не знаем Куда обращаться Почему В Рига Силтом Вас кто Обслуживает Ну как Кто Обслуживает Ну какая Фильма У вас Управляющая Вы в РНП Обслуживаете Я не знаю В РНП Это самое Вам надо Звонить В управляющую Компанию Почему Вы звоните В Рига Силтом Вот у меня Такой вопрос Ну это Александра Чака Ела Мы оплачиваем Туда Свои Как бы Счета Зэмгал Это Рига Снамо Парвел Если Рига Снамо Парвел Вам надо Звонить В Рига Силтом Сервис Не В Рига Силтом А в Рига Силтом Сервис Та компания Которая Обслуживает Ваши Отопительные Системы Ну вот Что пожалуйста Я говорю Что люди Соседи Звонили В Рига Силтом Я вам повторяю Вы не можете Звонить В Рига Силтом Потому что Если вы В Зэмгалы То ваши Тепловые Системы Обслуживают Внутри Домовые Рига Силтом Сервис Две Разные Абсолютно Организации Названия Похожие Организации Разные Вы платите За обслуживание Рига Силтом Сервис Туда звоните Или в Рига Давайте Давайте проще Наберите мне Просто после эфира И решим Вашу проблему Вот и все Мой номер 29757663 Еще пожалуйста 957 Нет Нет Сейчас 29757 Да 757 663 Да Хорошо Спасибо большое Позвоню Спасибо И сразу Следующий вопрос Здравствуйте Здравствуйте Ну Давайте Расскажу Как с мусором 20 евро Я плачу За мусор Вот идет Женщина Не с нашего Дома Конечно С огородов Я Выкидывает В наш Бак Я снимаю Видео Вторая женщина Также Снимаю Видео Подскажу Говорю Вы 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 Не Ничего 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 Не Делает РНП Ничего Не Делает По фотографии Ни одна Полиция Не будет Узнавать Поэтому Я не Оговорился Я сказал Что если Подъезжает К вашему Мусорнику Машина И начинает Выкидывать Там Мусор Или Групногабаритный То в этом Случае Есть смысл Сфотографировать Потому что Полиция Может В данной Ситуации Если Виден Номер Машины И само Действие То она Может Идентифицировать Нарушителя И принять К нему Мер А то что Идет Давно уже И нелогично Идет человек Какое нарушение Он совершает Он берет Он берет Бытовой мусор И кладет В контейнер Для бытового мусора Печально Что придется Платить другим Но он Какого-то Такого Громадного Нарушения С точки зрения Закона Не совершает Он не мусорит Он ничего Не делает Выгрузка Крупногабаритного Строительного Мусора Там где-то Нельзя И посторонними Лицами Это карает Поэтому давайте Мы с вами Все-таки Я понимаю Что хотелось бы Всех наказывать Но в данном случае Скорее нужно Менять порядок Вообще Оплаты Муса Вывоза мусора С тем Чтобы вам не пришлось Воевать С какой-то тетей С Дачных участков Или огородных Участков А чтобы Все платили Равномерно И могли пользоваться Теми мусорниками Которые Неудобны Но это Немножко Другая Еще один звонок Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Игорь Я хотел предложить Предыдущему Звонящему Чтобы не было Такой проблемы Поставьте Замок на мусорчик Как многие делают Чтобы другие Не смогли кидать Наверное Это будет проще Чем охотиться За прохожими Которые кидают Мешочки У меня все Спасибо Спасибо Да Я кстати Заметил Что вот у меня Неподалеку от дома В соседнем доме Есть подворотник Где стоял Мусорный контейнер И конечно Многие Пользовались Тем Чтобы Выбросить мусор Проходя мимо Там забросить В этот контейнер И что сделали Жильцы Они поставили Там все-таки Решетку С ключом И сейчас Вот этот Проход Закрыт Но они Я понимаю Таким образом Обезопасили себя От того Чтобы не бросали В этот мусорный контейнер Люди Которые К этому дому Не имеют отношения Кстати Вот Я Сразу отвечу Раз уж Светлане Тут Светлана Спрашивает Пришлите Пожалуйста Телефоны Господина Сидорка Его коллеги Значит Авера Гонтарева Есть срочные вопросы На которые Вот они Могли бы ответить Светлана Вот телефон Авера Гонтарева 29757663 Еще раз Я его Озвучу В эфире Так Что еще Осталось Здесь у нас А Значит Здесь вот Спрашивает По поводу Протоколов Вот опять-таки Мы возвращаемся К протоколам Собрания Тут Человек Задает Такой вопрос Что делать Если участники Собрания Владельцев Квартир Дома Запрещают Вести Аудиозапись Для протоколирования Собрания И не ведут Письменный протокол На бумаге С целью Дальнейшей Манипуляции Владельцев Квартир Ну вот я зачитал Как прислали Ну я Не знаю Вы что Я бы ответил Нужно читать С нормы GDPR Да Но там Есть юридическая Сторона Есть практическая Сторона Включу В телефоне Диктофон И просто Записываешь Себя тихо Ну Это все Кто вас Кто вас может Поприкнуть О том Что вы просто Записывали То собрание На котором Вы присутствуете Чтобы Не было Какое-то Беззаконие Чтобы потом В протоколе Не показывались Какого-то рода Вопросы О которых Вообще Не решали Да Или же Там Ясно Что не было Кворума Потом Дописываете Что был Кворум Да Ну Если вы Это используете Своих Личных Скажем так Для своих Личных Нуж Нигде Не будете Потом Это Публицировать Я не думаю Что это Большое Нарушение GDPR Наверняка С формальной Точкой зрения Тот Который Упредит Собраниями Они могут Запретить Это делать Но Проконфлировать Это невозможно С нашими Телефонами Которые Просто Включил И Оставил В кармане Ты же не должен Его вытаскивать Чтобы Все слышно Весь вопрос В том Что Будет ли Потом Эта запись Кем-то Признаваться Как доказательство По-моему Потому что Если Собрание Вещает Что ведется Запись Ну тогда Поручается Какому-то Конкретному Лицо И он Отвечает За достоверность Записи А вот Насколько Эта запись Имеет Юридический Смысл То есть Для себя Вы имеете Право Писать Все Что Вы хотите Шум Крики Соседи И так далее Это вы можете Дальше Вопрос Как вы будете Распространять Эти сведения Будут ли Они содержать Действия Про распространение Незаконного Персональных Данных Это раз И второе Будет ли Эта запись Признана Где-нибудь Если у вас Возникнет Спор С точки С юридической Точки Зрани Ну Во-первых Для ваших Личных Нужд Если вы Включили Диктофон В кармане И записывать Нигде не будет Как Сергей говорит Использовать Это Это один Вопрос Да Второе Если потом Начнется Что Вот вы Мы приняли Такие-такие-то Решения Которые Очевидно Незаконны Тогда Как Сергей Правильно Говорит Ну Так Это не была Официальная Запись Не велась Тогда Это может Быть Использован Потом В суде Как Косвенное Доказательство В судах И Полиция Есть Такой Термин Как Это Подход Что Если Нет Прямых Доказательств Тогда Доказывать Через Косвенное Если Косвенное Доказательство Одно Потом Есть Какие-то Свидетельства Других Владельцев Действительно Такие Вопросы Не Поднимались Они Очень Серьезные Там Фальсификация Какая-то Идет Это Доказательство Номер Два И еще Какие-то Документы Номер Три Таким Образом Через Косвенное Доказательство Тоже В конце Дня Можно Доказать Так что Кто Может запретить Включать Диктофон Для Ваших Лишних Нужд Записывайте Записывайте Здесь Я понимаю Что Проблема Действительно Тогда В том Что Жильцы Не Доверяют Выбранным Самими Жильцами Я понимаю Ну Это Понятно Но Поймите В бытовом Случше Тоже Вы Когда Ходите С кем-то Встречаться И Общаетесь Вы Тоже Не Знаете В тот Момент Вас Записывают Или Нет Вам Что В тот Момент Оказывается Вас Записывают У Каждого Свои Необходимости И Так Далее Палатки Палатки Тут Еще Такой Вопрос Пришел Если Ремонт Происходит С нарушением Технологии Что Делать Жильцам У У меня Такой Вопрос Что Значит С нарушением Технологии Во Первых Обычно При ремонтных Работах Основной Документ Это Смет Так вот Эти все Этапы Были Которые Вы говорите Что они Нарушены Предусмотрены В смете Они были Причислены Осмечены И Предусмотрены Или смета Была Составлена По принципу Мы тебе Сделаем Хорошо То есть Смете Там Допустим Ремонтные Работы Столько Работа Столько Материалы Столько А инструменты Столько Итого Все Вместе Плюс Налоги То есть Все Зависит От качества Предварительной Документации Чтобы судить Что есть Нарушение Нет Нарушения Должна Быть Составлена Документация На основании Ее Происходят Все споры Это Раз Второе За нарушение Или не нарушение Технологии В общем-то Должен отвечать Строительный Надзиратель БУЗ Тогда Это все Будет Бесспорно В данном Случае Трудно Ответить Вот так В лоб На вопрос Поэтому Я говорю Что если Желающий Человек Хочет Уточнить Свой вопрос То нужно Знать Были ли Работы Предусмотрены Конкретные Этапы Технологические Были ли Они Заложены В смету И кто Есть еще Такой Очень Серьезный Момент Строительных Работок Как скрытые Работы Когда Следующий Технологический Этап Делает Невозможным Контроль Предыдущим И в этом Случае Да вот И нужны Работы Поэтапно Каждый Произвели Грунтовку Зафиксировали Произвели Там Шпаклевку Зафиксировали Потому что После того Как вы покрасите Вы уже Не установите Была ли Грунтовка Была ли Шпаклевка И так далее Поэтому Здесь Нужно Соблюдать Все Технологии Ну и В спорах И пользоваться Документами Все таки Вот Я понимаю Тема Тоже Протоколирование Собраний Очень Волнует Людей Потому что Пришел Такой вопрос Как без Аудиозаписи Доказать Обман Одного Владельца Квартир Других Владельцев Что значит Обман Одного Других Я тоже Не совсем Понимаю Но Значит Очевидно Что что-то В протоколе Что-то Какие-то Можно я так Я бы Предлагал Всем остудиться Немножко На собрании И прийти К здравому Смыслу Это обычное Отражение Острой Конфликтной Ситуации Когда Начинается Ну Тотальное Недоверие Со стороны Одной Группы Против Другой Группы И там Поиски Врага И так Далее На самом деле Ну Примите Обычно Простой Порядок У вас Пришло 35 Человек От дома В 60 Квартир Подсчитайте Голоса Поставьте Вопрос Однозначно Делать Не делать И подсчитайте Голоса У вас Должно Быть Минимум 31 Голос За то Что Вы Делали Запишите И дальше Идите А вот Когда Начинается Вот это Вот там Один Другого Обманывать Что значит Обманывать Проголосуйте Даже Обманувшись Если люди Голосуют То они Правы То есть И лучше Всего Наверное Сделать Это В письменном Виде Раздав Анкеты Ну это Нужно Делать Последовательно Можно Если Вы Недоверие Ко всем Но Постаньте За спиной Этого Протоколиста И Три Человек Еще Дополнительно Которые Против Всего Подтверждают Что все Таки Проголосовало Большинство За этот Вопрос Вот и Все Так Ну Нужно Просто Вырабатывать Те методы Принятия Решения Которые Позволяют Понятно Ну К сожалению Время нашей Программы Уже Вот Завершилось Я напомню Что Сегодня На ваши вопросы Отвечали Сергей Сидорко И Айвер Гонтерев И если У вас Есть вопросы Вы можете Их присылать Нам Присылайте На Ватсап 2-3-0-6-1-9-1 А мы Обязательно Озвучим Их Уже В следующий Понедельник Всего Доброго До свидания На одной волне С городом